А сейчас в нашей программе сеанс вандализма с последующим разоблачением. В центре Нижнего Новгорода, в доме высокой культуры быта, это официальный статус многоквартирного дома, появился совершенно некультурный мужчина. По ночам он занимается тем, что выжигает почтовые ящики. О том, что его снимают камеры видеонаблюдения, он даже и не думает. Пол второго ночи неизвестный мужчина, который проживает вот здесь, вышел в трусах абсолютно раздетый, стоял, курил, курил, а потом решил ни с того ни с сего разжечь огонь. То есть он это делал долго, упорно. Сначала этот ящик пытался поджечь, потом вот этот, потом вот этот. Он дождался результата, потому что ящики долго не разгорались. В итоге, когда тут все заполыхало, он, видимо, удовлетворился. То есть цель была достигнута. Ну, он посмотрел, что горит, так сильно горит, и успокоился, сигарету бросил и пошел. Здесь видно, что лежат документы на оплату. У нас дом высокой культуры быта, то есть мы все переживаем. Мы добивались несколько лет ремонта в подъезде. И когда вот, наконец, нам его сделали, вот... Это ребята, ладно, можно на них тут все свалить. Ну, это же мужчина, взрослый мужчина. Поглядел, оборот, у него так культурно пострижено. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно спросить, извините, два слова буквально? Если вот на днях кто-то ночью сжег ящики почтовые, не знаете, кто это? Мужчина очень на вас похожий. Да вы что? Да. Вы здесь снимаете квартиру? А давно? Да. Вот смотрите, мужчина поджигает ящики, у него борода. У меня борода, борода сейчас у всех чудес, что ли? Комплекция ваша. Классная. Угу. И уходит в вашу секцию. Вообще классно. Ага. Ну что надо сделать-то? Да я тебе пойду. Открою дверь. Нам просто интересно, очень похоже на вас мужчина. Ваши комплекции из этой секции выходит. Ну что я могу сделать-то, я сам здесь живу. Не делать нечего. Нет, понятно. То есть это не выходит? Конечно нет. Вообще очень похоже. Что делать? Полицию вызывать. Ну кому вы все вызывали в полицию? Ну они не нашли, а мы нашли. Это он, это, ну, у него татуировки. Сергей, вот просто старшая по дому. Ну можете посмотреть сами на видео. Где на животе? Нет, в районе нет татуировок. Нет. Так на груди же у вас, вон. У вас на груди нет, а воде не было. Так вы вас сейчас видели, у нас расстегнутая. Бордец, вам что от меня рамка-то? Ну так это вы поджигали ящик? Я вам еще раз сказал, нет. Вы что, я здесь живу-то что-то? Вообще дурдом работает. Я сейчас там уже куда-то поджигаю. Нет, просто сейчас вызовем в полицию. Вызывайте, нет, что надо от меня-то. Я четвертый, что? Добрый день. Это старший по дому Белинского, 89, Владила Таисия Алексеевна. У нас поджог был. И на видеозаписи камер, которые установлены в подъезде, видно человека, который это сделал. А сейчас мы его нашли в одной из квартир. И хотели бы, чтобы вы разобрались с этой ситуацией. В полицию я заявку направлю, ожидайте. Спасибо. Может, мы сразу меня вынесли еще? Куда собрались? Вы по лицу. Вызывайте, мне какая разница. Вам от меня, что надо-то? Ну потому что вы очень похожи на человека. Молодцы, я тут при чем? Я вам даже разрешение на съемку не давал. Дошли меня, разбудили, достали меня. Ну и все, молодцы, отдыхайте тогда. У нас в подъезде прошлой ночью был совершен поджог почтовых ящиков. Почтовые ящики принадлежат вам, домоуправляющей компании. Скажите, пожалуйста, вы писали заявление в полицию на ущерб? И собираетесь ли это делать? В полицию нет. Мы нашли человека, который это сделал. Я все прекрасно понимаю, но абстрактно от компании. Я не знаю, как писать заявление. Наверное, возиться никому не хочется. Они готовы принять заявку на ремонт? Но не на то, чтобы наказать человека? Ну, конечно. Кстати, полиция на вызов так и не приехала. Спустя несколько часов старшая по дому сама поехала к местному участковому, чтобы написать заявление.